Всем привет! И это новое видео про Тока Бока. Сейчас я хочу забрать новый подарочек, который ко мне пришел. Я достаточно долго не забирала, поэтому мне сразу пройдет 3 или 4, я уже не помню, честно говоря. Напишите, пожалуйста, в комментариях, на какую тему хотеть следующее видео. Я обязательно прислушаюсь к вашему мнению. Давайте нажимаем на кнопочку. Раз, два, три. Так, вау, обалдеть, сколько их тут. Я давно не заходила Тока Бока, но не думала, что их так много. Давайте все откроем. Наверное, я сама открыть их всех не смогу, так будет не особо интересно. Позову свою сестру. Стэсси, иди сюда. Будем вместе подарки открывать. Ух ты, класс. Давай. Раз, два, три. Интересно, что это у нас? Это у нас форма для или официантов, либо людей, которые обычно развозят чемоданы, которые в отеле. Я не знаю, честно говоря, как они называются. Давайте, следующее, это у нас маска получилась такая со звездочками, красивенькая. Можно в полете ее будет. Чемодан. Прям все намекает на новое путешествие. Так, следующее, Спанч Боб. И у нас тут, а это костюмы из мультфильма Спанч Боба. Не могла не взять эту заставку. Давайте следующие подарки. Следующее у нас такое интересненькое письмо, интересно кому она адресована. Так, следующее. Ой, какой миленький песик. Такой очаровательный. Напишите в комментариях, как его назвать. Так, следующее, на что будет, следующий подарок, это у нас очки вот такие модные. Достаточно очень прикольные. Наверное, тут такая версия, где все намекает на путешествие. Вот и сама губка Боб, или Спанч Боба, как ее называют. И следующая у нас шляпа. Дальше халат и купальник. Думаю, прям только Боба говорит уже, хватит сидеть дома, давайте уже что-нибудь сделаем. Ну, следующее, это были штаны и полотенца, они особо интересные. И тут раз, два, три. Это у нас будет такой котик, который я так очень будто бы ночью не спал. И мышка деловая. Очень прикольно. Ладно, давай пойдем домой? Давай. Будем украшать дом. Надо побыстрее переодеться. И уже начать подготовку к Новому году. Так, переоделась, ага. Все. Мама, папа. Что, девчонка? Надо украшать дом скорей. Да, быстрей, пойдемте. Пойдем украшать будем. Здорово. Класс. Ну что, пойдемте. Надо нам взять игрушки с верхней полки. И там лежат все новогодние игрушки. Ну, пойдем, пойдем. Пап, ты идешь с нами? Хорошо, я постараюсь. Только надо потом малышку покормить нашу. Напишите, кстати говоря, в комментариях, какое имя ей лучше придумать. Вот так и не придумали. Так, ладно. Поднимаемся. Давайте сначала на второй этаж. И знаете, кстати говоря, ребята, хотят сказать, что я давно не играла в токобок и заметила, что вот из-за нового обновления теперь все предметы в разных местах. Одновременно это и удобно, то, что не надо что-то долго искать, а просто можно нажать и сразу поймешь, допустим, то, что надо для животных, сразу в отдельности для животных или там всякие предметы лежат. Но мне все еще не привычно, и это меня очень-таки удивило, потому что я вот была в Индии и вот вообще не пробовала играть, там у меня не было способа планшет поиграть. Ну, ладно, увидели все изменения. И, кстати говоря, вот, что меня удивило, то, что тут отдельные деревья теперь, и садовые предметы, и типа то, что сосульки всякие. И это достаточно прикольно. Ну, тут ничего не поменялось, тут по старой схеме. Ладно, пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Давайте, скорей. Ну, ладно, идем. Папа, достань коробку с верхней полки, с шкафа, конечно. Сейчас я стул только принесу, минуточку. Оп, все, принес, ага. Так, достаем, раз, два, три, и опа. Вот, держите, девочки. Можно украсить дом. Еще есть еще одна коробка, я позже ее принесу сначала. Вот это все разгрузите и украсите дом. Здорово, ура! Пойдем? Пойдем. Надо быстрее украсить дом, а то совсем скоро Новый Год. И даже перед Новогодними каникулами все равно хочется украсить дом, чтобы все было красиво. Мама, мы все дом будем украшать. Да, будем дом. Ух ты, как здорово. Пойдем? Пойдем. Так, сначала надо украсить улицу. Ну, да, это будет самое хорошее решение. Потому что с улицы проще всего. Да, давайте. Я займусь этим. Сейчас надо попробовать что-нибудь расставить и понять, как можно лучше сделать. Так, игрушки куда-нибудь можно повесить. Сейчас, секунду. О, мой гаош! Не думал, что в такое короткое время он уже успеет с ней купить. Ну, да, он уже выпукл пока-то хотел за еще одной короткой игрушки. Ну, да, прикольно. Ладно, давайте украшать. Я уже долго шала быстренько так. Давайте уже начнем дальше с кухней. Можно поставить какие-нибудь новогодние носочки. Но, правда, это будет неудобно, потому что нам говорят, что может ниточки упасть в квастрюлю будь не особо. Сейчас надо снять всю новогоднюю посуду и заменить ее. А старую надо убрать. Потом ее обратно вернем. Так, красненькое все поставим. И поставим вариться суп. И новые чашечки надо накрыть на стол, чтобы было все красиво, эстетично. Как интересно еще можно украсить. Я выберу, наверное, сверху и поставлю сверху любую шею кончика. Либо, наверное, на ничуть не поставлю, потому что особо там видно не будет. Так, что же еще можно поставить? Ну, давайте такие цветочки поставим. Тоже очень красиво. Вот эти часы с кукушкой надо поставить в серединке, чтобы прям было видно сразу сколько времени. Так. Давайте повесим носочки еще на крючки. Думаю, неудобно то, что эти крючки на самом низу, но думаю, это ничего страшного. Так, ладно. Поставим цветы сюда. И думаю, можно уже украшать елку. Только надо придумать, куда ее поставить. Да, еще чай только налью. А можно ее убрать чайник? Конечно. И в носочки повесь. Угу. Вот так подойдет. Здорово. Итак. Сночек, убери чайник куда-нибудь в ящик. А я пока что хочу как-нибудь украсить коридор наш красивенький. Подвигаю немного. Угу. Так вот можно поставить. Так. Сюда повесим кусочек. А здесь... Давай ковер приставим. Давай. Сейчас ковер приставим в коридор. И вот так вот у нас можно оформить прихожую. И еще я хочу сейчас добавить такого венка новогоднего. Потому что флажки, мне кажется, как-то сюда не особо к месту. Вот такой бантик еще повесим. И вот такая красота у нас получается. Как-то так. И еще здесь можно что-нибудь украсить. Но мне кажется, здесь тоже можно такой еловый венок повесить. Будет очень классно. Так, почему-то сюда не клеится, не понимаю почему. Ну, ладно. Ну-ка, да, наверное, все. Сейчас думаю поменять ковер на вот такой миленький. С мордочкой собачки. Очень миленько. Да, вкусно. Ты что, съел весь рулет, который я готовила целый час? Ой, прости, пожалуйста, так получилось. Ну, ладно. Нормально, пойдем. Еще приготовим рулеты. Да, я обожаю рулеты. А можно конфетку съесть? Не надо. Давайте лучше украсим еще наши комнаты. А то они совсем не украшены. Давайте. Сначала елку. Это самое важное. А можно мне первый? Я очень хочу. Очень-очень-очень. Хорошо, моя бусенька. Какую игрушку хочешь первой повесить? Да, пусть повесит. Ася, мы чай нальем пока что. Голубую, голубую. Очень красиво. Да, давайте сейчас быстренько украсим елочку. Такая у нас красивая, пышная. Надо побольше игрушек взять из креатора, чтобы украсить нашу елочку. Так, берем коробку. Так будет более красиво. Вот я вам принесла. Украшайте. Конечно. Мама, давай приготовим бутерброд с икрой. Хорошо. Здорово. Давай, быстренько украсим все. Ну все, мы украсили уже елочку. Да, давай приготовим что-нибудь такое вкусненькое. Давай. Что у нас тут карамельных петушков? Классно, я их очень люблю. Класс. Давайте вместе потом фильм посмотрим вечером. Будет классно. Ура. Ладно, пойдемте. Надо еще взять игрушек и украсить еще на нескольких других этажах. Ну что там? Карамель уже почти доварилась. А что-то у нас еще есть в холодильнике. Давайте что-нибудь достанем из креатора и положим это в холодильник. И это можно разложить на тарелочки и положить на ковер. Или на стол просто положить. Надо потом будет подумать, как будет красивее. И надо потом все сфотографировать будет. У нас свой маленький фотоаппарат. Да, будет, думаю, здорово. Так, ладно, девочки. Надо положить уже эти печеньки. Да, сейчас я только достала эти карамельные леденцы. Смотри, мы сделали с вами карамель. Ммм, вкуснота. Кстати говоря, у меня скоро реально будет такое видео, где я как можно сделать такие карамельные леденцы. Так что не пропускайте и ставьте лайки. Возьмем подносик и положим туда печеньки с елочкой, звездочками и пятим человечком. Положим их в духовку, пусть готовится. Ммм, вкуснота. Ладно, пойдемте. Угу, да. Идите отдыхайте. А то мне сам можно еще готовить. Да, можно с вами, пожалуйста? Давай. Я тоже хочу с вами, пожалуйста. Да, ладно, пойдемте. Надо в втором этаже еще что-нибудь украсить, такое интересненькое. Да. Ну, давайте в ванной украсим. Так что добавим сюда вот такие небольшие растения. Что еще можно добавить? Ну, я даже не знаю, если особо изменения можно в ванной сделать. Ну, елочку добавить, я не знаю. И вот такую гирлянду. Ну и все, в принципе. И к моей комнате переходим уже в комнате одной сестры. Можно поставить свечку вместо лампы. И вот такой гранделек. Всякие или флажки, или грандельки можно повесить. Вот такая красота получается, прям по-новогоднему. Ну, мальчиши с каком-то миллиончиком играть там особо и нечего. А вот в детской комнате с родителями можно повесить такие носочки, ковер, елочку. Игрушки новогодние положить еще потом. И вот можно еще подсвечники поставить, но они что-то у меня не ставят, сверху их не ставят. Ну, как-то так уже второй этаж мы оформили. И осталось третий этаж, последний мой этаж. Ну, тут достаточно тоже просто уже. Можно просто поставить такую лежанку новогоднюю. Повесить носочки потом над дверью. Так будет дома очень красиво. Так, еще один, третий. И вот такая красота, милота у нас выходит. Так, затем поставим прямо около окна вот такой красивый циток. И я еще поменяла светильник. Добавила елочку. И вот еще... Сейчас я могу подвинуть, а то как-то криво прошло, раз наклеиваю их. Ну, кореньки, наверное, вешать их не буду, мне как-то они не нравятся. Ну, как-то так получилось. Ну, вот мы украсили уже и мою комнату. Я очень старалась монтировать это видео. Надеюсь, оно вам понравится. Напишите в комментариях, на какую тему вы хотите следующее видео. Может быть, уходить только боку или просто, чтобы какую-нибудь распаковку я сняла. Ну, в общем, напишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Буду вам очень благодарна. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем счастья и хорошего настроения. С Новым годом, с Рождеством!